Азартная борьба за победу развернулась в Новоуральске. 24 команды состязались в финале 10-й метапредметной олимпиады Школы Росатома. А кто же вышел победителем из интеллектуального состязания, расскажет Валерия Конева. Соединяем, не соединяем мы в единое целое. Такой девиз был выбран для юбилейного интеллектуального состязания юных жителей атомных городов. Дело в том, что вот уже 10 лет проект Школы Росатома собирает под своим крылом участников метапредметной олимпиады. От школьников с 5 по 8 классы, а именно представители этого звена формируют команды, не ждут зубрежки. Все как раз наоборот. В решении поставленных задач ключом к разгадке по росту становится нестандартное мышление. В школе мы привыкли разделять предметы, но здесь все иначе. В предметной области объединяются, в ход идут и другие умения, приобретенные в школе. Это испытание опять на то, насколько мы рядом с ними, насколько мы понимаем, что им интересно, насколько мы понимаем их способности, возможности. Это проверка нашей команды, очередная проверка команды, и команда Новоральская, и команда Школы Росатома на профпригодность, так скажем. И то, что все города, участники проекта участвовали в метапредметной олимпиаде, и то, что десятую метапредметную олимпиаду, как и первую принимает Новоральск, это говорит о том, что это интересно, проект живет, и то, что наши дети действительно самые умные, самые талантливые, самые красивые и самые прекрасные. Сперва ребята прошли муниципальный этап, следом финалисты отправились защищать честь своих городов к нам, в Новоральск. Широка география участников, самого Крайнего Востока и самого Крайнего Запада. А мы, Новоральск, находимся в центре, мы находимся на границе Европы-Азии, и не только на словах, прямо у нас в городе есть стол Европа-Азия. Поэтому мы искренне рады вас здесь приветствовать, таких разных, таких ярких, таких интересных. А что хочу сказать участникам? Я любого из вас готова принять на работу, потому что у ИХК всегда нужны такие люди, мыслящие, действующие, инициативные, самые лучшие. Такие строили атомную отрасль. И вам, именно вам, продолжать наш путь. От имени Думы Новоральского городского округа разрешите вас еще раз поздравить с этим прекрасным праздником, с десятилетием, с юбилеем. Мы надеемся, что дни, которые здесь вы проведете, они, в общем-то, останутся у вас в памяти, но самое главное, у вас остается взаимосвязь, дружба. Символично, что юбилейная встреча прошла именно в Новоральске, ведь самый первый финал тоже прошел здесь. Достаточно большое количество мероприятий конкурсных проходит в школе Росатома, и это разные конкурсы технической направленности, спортивной направленности, творческие. И мета-предметная олимпиада, она имеет свои отличия, потому что, во-первых, это всегда командная работа, во-вторых, это интеллектуальный труд, когда ребята свои умения работы в команде показывают наилучшим образом. Первый юбилей мета-предметной олимпиады школы Росатома окрашен яркими красками – оранжевым и синим. Это цвета проекта школы Росатома. Для ребят участие в таком масштабном мероприятии – это не только мозговой штурм, но и возможность новых знакомств и интересных игр. За время пребывания в Новоральске гости успели зажечь на активите вечеринки и в программе мета-танцы, а также пройтись по городу и перезагрузиться на развлекательных мастер-классах. Но главной их целью было все же соревнование, и школьники уже узнали название городов-победителей. Третью строчку занял Озерск, на втором месте оказался Саров, ну а лидерами олимпиады стали представительницы Снежинска. Стоит отметить, что это самая малочисленная команда – три участника вместо четырех. Пока кто-то еще участвовал в заключительных развлекательных мероприятиях, многие участники отправились домой, поэтому свой видеопривет победители записали из родного Снежинска. Мы победили! Олимпиада была очень интересная, оригинальная, нам очень понравилось гостеприимство города Новоуральск, а также очень понравилась команда Иссельинска. Новое увлекательное путешествие юных жителей Атомградов подошло к завершению, но мы можем еще раз пройтись по страничкам этой истории. В ближайших эфирах Новоуральской обещательной кампании смотрите тематическую программу «Школа успеха», которую мы посвятим юбилейной Мета-Олимпиаде. А пока до новых встреч, юные жители Атомных городов! Валерия Аконева, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги.